Молодой человек слева, Павел, незакомплексованный, с отличным чувством юмора. Друзья считали его душой компании. Он еще говорил, что у него есть мечта, чтобы у него был один большой дом, и он там собирал всех-всех своих друзей, чтобы все друзья были рядом с ним, потому что он очень любил всех своих друзей. Я вот никогда таких людей не встречала, я не знаю, даже встречу ли еще. Мария, Павел и Роман, у них были грандиозные планы покорить мир своими талантами. Была собственная музыкальная группа. Павел писал музыку и стихи. Голос у девушки дрожит, потому что это ее первое выступление перед объективом профессиональной камеры. Говорит, был бы рядом Павел, было бы не так страшно. Друзья вспоминают, Павел практически ничего не боялся. Смело шел на любые эксперименты. Среди них оказались и наркотики. Впервые он попробовал их в Болгарии во время первой самостоятельной поездки за границу. Роман рассказывает, Павел тяжело переживал чужие успехи. Хотел написать свой ни на что не похожий альбом. Для этого был убежден, нужны стимуляторы. Он меня агитировал. Говорил, звал. Говорит, давай, давай, может быть. Все время я ему говорю, может быть. Ну, им овладели, я не знаю, какие-то демоны им овладели. Он просто под их танцы шаманские залез вообще не в ту степь. Наркотики Павел покупал через интернет. Там же в соцсетях обсуждал их действия. Паш, отврат. Больше этой херой в одиночку не занимаюсь. В смысле? А ну-ка поясни. Стрём. Что чувствуешь? Полин. Писать трудно? Да всё, п*** трудно. Тебе хорошо или п***? Скорей п***. Полин, п***. С деньги на ветер. Я просто хочу, чтобы отпустила уже. Короче, всё, я тоже. Съел? Сейчас съем. Не надо, в одиночестве. Это нифига не прикольно, по-моему. П***, мощная штука. Насколько мощная, мама Павла узнала только через 4 месяца после той поездки в Болгарию. Татьяна Ивановна впервые увидела сына в таком невменяемом состоянии. Неожиданно ночью он выскочил в коридор в каком-то очень возбужденном состоянии. И стал выкрикивать фразу «Ради этого стоит жить». Я сначала не придала значения, потому что он вообще такой парень эмоциональный. Вот. Но меня поплохело, когда я увидела, что он повторяет это уже в пятый раз и начинает обнимать стены. Вот. И я задала первый вопрос. Ты что-то принял? И он сказал фразу, я даже удивилась. Я подумала, что это шутка. Он сказал, я под кислотой. Скорее всего, предполагает Татьяна Ивановна, сын принял не одну, а сразу несколько порций синтетического наркотика. Он сшибал какие-то предметы по пути. Он там уже что-то не разбирал. Меня там повалил, но случайно. Потом начался другой кошмар. У него, видимо, эйфория закончилась. Вот. И он начал, видимо, в какое-то другое состояние вошел уже. Кошмарное. Он просто как будто раздвоение личности. Он стал жалобным голосом кричать, я потерялся. А после 20-летний парень без чувств рухнул на пол и больше сознания не приходил. Паша. Паша. Павел уже не слышит маму. Вокруг медики пытаются ему помочь. Не получается. Приняли решение отвезти молодого человека в больницу. В машине скорой помощи Павел умер. От передозировки остановилось сердце. Употребление наркотиков похоже на игру в русскую рулетку, говорят специалисты. И игра эта неизбежно заканчивается для человека проигрышем. Просто кому-то для привыкания нужно несколько раз попробовать зелье, а для кого-то один единственный раз может стать роковым. Избавиться от зависимости практически невозможно. Поэтому единственный выход даже не начинать. Ждали мальчика, а родилась девочка-сорванец. Ирина с детства была веселой, легкой на подъем и любознательной. Теперь о дочке родители говорят только в прошедшем времени. Все было интересно. Особенно к технике. Вагнитофон еще тогда были. Кассеты перебирала. Все ей нравилось это перекладывать. Ну, в принципе, очень здоровый, нормально, живой, очень позитивный ребенок русский. Она любила музыку и танцы, но больше всего ей нравилось рисовать. Незатейливые узоры переросли в творческие проекты. Ирина даже мечтала стать ландшафтным дизайнером. Часто ходили мы на Поклонную гору. Вот она там усматривала какие-то растения, все. Ботанический сад она любила ездить. Ну, здесь опять-таки четко сказать, что она именно к этому шла, я не могу. Потом вдруг захотелось. Я говорю, буду шеф-поваром. У Дмитрия Васильевича свое кафе. Там Ирина провела все свои последние летние каникулы. Решила, будет учиться готовить и подрабатывать официанткой. Была уверена, карманные деньги нужно заработать, а не просить у родителей. Дмитрий Васильевич гордился дочерью. Уже такая взрослая и самостоятельная. Я поддерживал все, что она делала. Все. То есть там не было никогда, вот ты этим не занимайся или занимайся именно этим. У нас в семье такого нет. Там было полное понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Именно поэтому 17-летней Ирине доверяли и даже разрешали ночевать не дома. Родители знали, с кем дочь дружит и где бывает. В тот вечер они были уверены, Ирина в безопасности. Девушка уехала в гости к однокласснице. Я потерялась. Я потерялась, да, я тоже потерялась. Мы л*** пьяные в марке. Ирина вместе с друзьями в тот вечер впервые решила попробовать синтетические наркотики. Ребят! О том, что Ирине плохо, никто из ее друзей не понимает. Все попробовали ЛСД и у каждого свои ощущения. И никто не догадывается, что в тот момент, когда молодые люди делятся впечатлениями, 17-летняя девушка уже мертва. Эй, парень, я... Это отпустим. В компании из пяти человек в тот вечер скончались двое от передозировки. Такое заключение позже вынесли медики, констатировавшие смерть школьников. О том, что Ирина не вернется утром домой, Дмитрию Васильевичу сообщили полицейские. Ваши дочки приняли этих марок? Одну. От одной передозировки? От одной. И погибший вместе с ней парень, тоже одноклассник ее. Диагноз одинаковый. И он тоже принял одну марку? Да. За один единственный эксперимент из любопытства двое одиннадцатиклассников заплатили собственной жизнью. Вообще катастрофа. В России сейчас зарегистрированы более полумиллиона человек больных наркоманий. Из них ежегодно от отравлений и передозировки погибает 8 тысяч. В том числе молодых, талантливых и красивых. Чтобы изменить эту статистику, необходимо понимать, приняв наркотик однажды, даже ради эксперимента придется заплатить. Кому-то штраф, кто-то расплатится годами свободы, а кому-то за это удовольствие придется отдать жизнь.